Посмотрите, какое солнышко чудесное! Но не всегда оно такое чудесное! Здравствуйте, мои дорогие, милые моему сердцу сибиряки и, конечно, подписчики моего канала на ютюбе «Голова садовая тетя Таня». И мы сегодня затронем очень важную тему. Знаете ли вы, что такое солнечный ожог? Иногда вы принимаете болезни за солнечный ожог, но это неправильно. Все знают, что солнце – источник жизни на Земле. Не будет солнца, не будет ничего. И наши растения на всей планете Земля знают, что такое солнце, знают, что это их Бог. И оно дает им жизнь. И ничто другое. Никакая вода вам не поможет, если солнца не будет. Но растения устроены так, что каждая из них, каждая их зеленая клеточка, абсолютно подчинены движению солнца. Вот к чему я это все гаражу? Я хочу вам рассказать, как вы сами делаете плохо для своих растений. Вдруг по какой-то причине хозяйка сада решила, что смородина растет, но некрасиво. Ее надо поддержать слегка. И принесла вот такую штучку. Вот такая вот подставочка. Называется кустодержатель на самом деле. Она ее подставила. Я вам на пионе покажу это. Неважно, как это называется – смородина, малина, пионы, розы. Разницы нет. Что происходит? Смотрите, я ставлю подставку. Но мне тоже не нравится, когда пионы падают, бутоны разваливаются. Все до земли наклонилось, особенно, когда идет дождь. Воткнуть ее надо так, чтобы она стояла абсолютно прямо. И никаких у нее там не было желания упасть куда-нибудь. Но высота ее должна быть такой, чтобы все ветки были за пределами вот этого круга. Видите? Вот. Их можно, конечно, здесь еще связать, чтобы никто не выпадал. Но, в принципе, наклон у меня в ту сторону немножко. Они все великолепно держатся. Вот видите, как я красиво сделала? Себе, а не растению. И теперь все, все листья, все зеленые клетки, которые на нем есть, поменяли свое местоположение. Ну, сейчас хорошо, все замечательно. Если я не уберу эту подставку, оставлю ее так, то, когда я приду на следующий день сюда, вот все нижние листья, практически до самого верха, будут как будто сваренные кипятком. Вы поймите, что их расположение, они определили это с весны. Они расположены так, прикрывая друг друга, они не сгорают на солнце. Они-то делают все по-разумному. А нам некрасиво. И что происходит со смородиной? Это, кстати, очень частый вопрос на горячую линию. У меня смородина вся сварилась. Я говорю, это солнечный ожог, это не заболевание. Да какой солнечный ожог? Я говорю, вы кусты подставляли какие-то палки? Да, подставляли. Вот и все, что происходит. Поэтому это делать нужно в начале сезона, а не в середине и уж тем более не в конце. Сейчас эта подставка здесь совершенно не нужна. И мы ее уберем, потому что это неправильно. Вот как он сформировался, как он расположил свою зеленую массу, так все это должно и расти. А эта пусть пока подставка постоит до следующей весны. Все спрашивают, ой, а как теперь помочь? Как можно помочь сваренной смородине? Да никак вы не поможете. А как можно взять яблоню, развернуть ветки? И что? И у вас то же самое будет? Не делайте этого. Природа мудра, она разумна. Вы опять хотите обмануть. Вот только бы красиво было. То листья капусте оборвем, то смородину возьмем, поднимем не вовремя. Просто не делайте. Это лишнее. И это вас не касается. Очень страдают сильно, особенно те растения, у кого нежные листья. Понимаете, есть такие кожистые, ну как у пиона, например, да? А есть очень нежные листья. Как только вы повернете в какую-то сторону, ну все, кирдык называется. И еще это касается домашних цветов. Зачем вы их крутите на подоконнике, переставляете все время? Они, тополь растет, яблонь растет. Она же не бегает за солнцем, она только разворачивает листики вправо-влево, вправо-влево. Все. Нет, вам надо все повернуть. Хотите повернуть? Сделайте это ночью. Но яблоню вы не повернете, смородины не повернете. Здесь ничего не трогаем. Дома можно делать, но только когда наступила ночь. Растение еще как-то до утра может быть сообразить, что что-то изменилось. Может быть и ожога на нем не будет. Думаю, это тоже происходит. Ну, тема короткая, но я думаю, что она вам понравится. Не делайте так, как не надо. Всегда ваша тетя Таня.